Сергей, какое впечатление произошло вчерашней игре в ЦСКА с Реалом? Начало матча, если рядом воспользоваться моментом, то, может быть, была другая игра, но... Мое мнение, что играл Реал на полную мощность, хотели включить, хотели, там, успокоили игру, то есть, виден был запас. Ну, предпустим уважение в ЦСКА, достойный, то есть, первый матч сыграли в мячу, большой командный, с одной из главных флоритов и чемпионов, поэтому... Вы игру вчера посмотрели, поняли, как ЦСКА 4-1 выберут? Ну, нам, Касяу Роналду нам нужен, да, и игра у нас. Вот так, посмотрим. Ну, за кого переживали вчера? А? За кого переживали вчера? Ну, за кого смотрел футбол. Насколько хорошо для вас то, что ЦСКА проиграл? Или, наоборот, ну, они приедут деморализованными, или, наоборот, разозленные и будут, там, ровать себя на поле и метать только, чтобы как-то, вот, оправдаться перед болельщиками? Или, может, лучше, чтобы они выиграли, и приехали бы все уже такие, на кураже-то, на яймари? Ну, трудно сказать, потому что игра показывает. То есть, были истории, когда ЦСКА выиграл клубу КФА, играл следующую игру с «Партазом», по-моему, с «Супер Кубом». Да, да. И, то есть, вышел на кураже, там, грубо говоря, там, полупьяный, да, после победы, мы выиграли «Спартак». Поэтому тут непонятно, что будет. Пробираю, только покажу. 2005 год, один из «Спартак». После двух первых матчей, где сейчас чемпионат, многие специалисты, в том числе и Гортистов, сказали, что «Спартак» постепенно теряет, так скажем, свою суть, там, стеночки, забегание, кружевная игра и, в основном, рассчитывает на длинные забросы на верительные именики. Имеет под собой основания, то есть, десуждения, и не считаете ли вы, что как-то лучше по столкому играть? Ну, это в контексте поле. Мы не берем Егора Титова, да, остальных специалистов, пусть они выйдут на поле в Казани, да, и собирают стеночки и забегание. То есть, поэтому пусть сначала они посмотрят, на чем мы играем, а потом делать какие-то выгоды. Потому что в «Анжине» получился, да, и другой разговор, то есть это наши внутрикомадные, да, почему не получалось. А по полю в Казани, по-моему, было глупо какие-то предъявления претензии, что не было какого-то красивого футбола. По-моему, игра «Локомотив», «Рубин Локомотив», опять же, вторая, да, все. Опять же, простая игра, то есть, где вперед игра пойдет, поэтому на таких полях особо не проиграли в футбол. Сейчас, когда идет соперничество уже в первой восьмерке, и все команды, они пытаются действовать максимально осторожно, чем с деятелями мы стали, вот в предыдущем туре, когда были только одни ищие ощущатели, какое-то усиленное давление на оборону, и плюс ко всему, что каждый матч проходной совсем не осталось, в каждом матче нужно работать уже просто на максимум, и при этом вот оборона на первое место выходит. Главное теперь не пропустить, может они не столько забить. Вот вы как защитник оборонительного плана? Ну, то, что давление и цена ошибки сейчас возросла там несколько раз, это понятно, да, то есть, каждая игра за счастье очков, вот, но какого-то давления, то есть, наоборот, на «Спартака» всегда давление идет, и поэтому сейчас, да, понятно, что каждая игра решающая, то есть, там, парами дачных игр, или наоборот, дачных, то есть, ты либо поднимаешься, либо выпускаешься, и поэтому стараемся еще больше концентрироваться, то есть, на сегодняшний уровень на поле будет. Позвольте, опять же, не совсем как из предстоящей игры, с использованием системы анализа, ну, компьютерного анализа, да, технико-тактических действий игроков на поле, как во время игроков, как во время тренировок, оно вот как-то сделало конкуренцию более наглядной и явной, что ли, или, там, теперь, ну, не все от тренера зависит, а вы можете ему сказать, тренер, слушай, на самом деле, вот же мои технико-тактические данные, я бы прикинул, лучше, чем тот парень, поэтому нужно сдать меня на поле или нет. Ну, обычно ты так тренера не покажешь, потому что всегда у меня тренера, там, а так, в принципе, да, когда, там, ты можешь, грубо говоря, считать, что ты там в порядке, да, все, там, такой хороший, а тебе показывают, там, выпуска, что ты набегал меньше всех, отдал меньше всех, отобрал меньше всех, то есть, теперь все наглядно носом тыкнут, и, поэтому, только за, да, это все их конкуренции, и подсознанием, вот, там, у каждого думают, что, а вот, я там не добегу, потом все на все покажется, то есть, результат будет на бумаге, и перед тобой. Ну, критики добавило, здесь есть история, ну, в адрес линии игроков со стороны тренера? Показания дальше? Ну, критика всегда была, да, была здесь положительная, да, то есть критика всегда была. Ну, просто, футболисты теперь могут сами понимать, что им, грубо говоря, пихают, да, поделать, то есть, он может сказать, а мне пихают, а я, на самом деле, там, в таком порядке, а тут тебе показывают, наверное, в самгартной теории тебе на картинке показывают, на видео, что вот здесь ты не сбежал, вот здесь ты не отобрал, здесь ты плохо отдал. Поэтому... Сергей Майлов, ничьи с Санжи и с Рубином в пассив или в актив? Ну, с Рубином, наверное, более-менее в актив, а у Санжи, опять же, больше, чтобы там поле позволял играть. Вот, и опять же, шансы были подняться и поэтому... Опять же, так хотели больше. Все? Нет вопрос? Нет. Есть? Пожалуйста. Сергей Майлов, скажите, пожалуйста, сейчас в Медвегии и вот на тренировках вы используете мячи данные новые, которые будут на Евро. А можете в двух словах рассказать о тех мячах? Какие они? Что чувствуете? Говорят, что летят теперь хуже, чем предыдущие. Мячи, как мячи. Мне лично больше нравятся мячи Найк, которые используются в чемпионате и с вами, потому что мне больше нравятся. И полкоманды тоже больше нравятся. А так, ну да, нельзя как в Джамбулане, но, в принципе, обычно мячи. Да, еще вопрос. Довольно. Да, спасибо. Хорошо. Сергей, вы играли, достаточно давно уже играете в «Спартаке» и заставили еще что-то в период, когда армейцы были доминирующей стороной интернет, и «Спартак» никак не мог обыграть. Был такой момент, когда у «Спартака» возможно что-то было в психологии перед матчем с армейцами. Сейчас этого нет. Вы можете сказать, что изменилось с тех пор? Почему тогда сложно было «Спартаку» побеждать армейц, а сейчас практически на рамках команды не так на этой плане? Я не знаю, что изменилось. Может быть, та серия, которая была, то есть мы наконец ее прорывали и выиграли. Но когда груз ответственности, какой-то не ответственности, а вот этот тяжелый груз какой-то, 7 дней выигрывали, дети об этом писали, об этом мусорили, говорили. И, может, перед каждой игрой было такое давление, то есть надо наконец-то выиграть, чтобы все прервать. И вот наконец-то прервали, и поэтому сейчас, как вы говорите, перед каждой игрой это шансы всяким писать. Спасибо. Проект, грузчик. Продолжение следует... Продолжение следует...